Hello, I'm Mad Professor. Let's begin. Привет, я Бешеный Профессор, и мы начинаем. Как жить вместе и не изменять? Легко. Если каждый занят тем, что ему нравится, и приносит удовольствие, радость от такой жизни, ну, то есть, это когда большую часть дня, недели, месяца и года текущей жизни занимает что-то другое, не та, тот, с кем вы живете вместе, причем буквально. Примерно 10 на 90, это оптимально. Когда вы заняты чем-то, помимо мыслей и присутствия другого человека в вашей жизни, 90% своего времени, внимания, ресурсов и действий вы используете для себя. А вот остальные 10 с радостью уделяйте ей, ну, или ему, если вы женщина. Можно, конечно, можно довести эти показатели и до 50 на 50, но всегда есть риск сорваться. Это слишком много. Ну, а если идет перекос в другую сторону, еще дальше, то это уже диагноз. Клиника. И безысходность. Прежде всего это касается мужчины. Мужчина без своего дела, который занимает его на 100%, вообще не мужчина, на мой взгляд, разумеется, а какой-то приспособленец. Он перестает управлять своим миром, а лишь приспосабливается к обстоятельствам. Но немножко подвинуться на 10% он может, чтобы пустить в свою жизнь ту, которая сделает эту жизнь еще лучше, чем сейчас. Да, такое возможно. Как бы это ни звучало странно. Но для женщин это тоже работает. Только там есть другие женские дела. Знаете, почему в древние и средние века женщины много работали руками? Ну, там, собирательство трав, вязание, вышивание крестиком, дойка коровы, раскатывание теста. Потому что это было именно то 90% наполнение ее жизни, ее делами. Сейчас же этого всего стало мало. Исчезла необходимость. Поэтому центр силы сместился с рук. Куда? Народ. Она теперь много говорит. Ну, или сосет. Кому как повезет. О, даже в рифму. Но это тоже непросто. Это далеко не всегда приносит женщине удовлетворение и радость от процесса. Но бывает. Почему бы и нет. Именно поэтому женщины изменяют намного чаще, чем мужчины. Не верите? Посмотрите статистику. Ведь она не ходит по гостиницам и соседям. Женщине достаточно пойти в душ, чтобы изменить вам сильным потоком воды. Для нее это уже измена. Вернее, изменение текущей ситуации. Она же не мужчина. Она не может решить проблему. Принять решение. Создать новую реальность. Покрасить забор. И починить розетку. Она может получить оргазм от вибратора. Вот это легко. Ну, и еще нужно иметь достаточный уровень развития. Интеллектуального. В первую очередь. Это я возвращаюсь к теме этого видео. Поскольку глупый человек, независимо от гендера, просто не находит иного решения, чем пойти налево. Вместо того, чтобы исправить ситуацию. Дальше. Что еще? Еще нужно быть развитым в эмпатии. Хотя бы на уровне. Это другой человек. И у нее, него, есть свои мысли, желания и потребности. Лучше, конечно, в первую очередь думать о другом человеке и чувствовать ее, ну или его, эмоции. Примерно как свои. Но это дано не каждому. Да, и просто думать о другом человеке тоже сложно. Если не понимаешь, что даже кошка может сейчас хотеть нагадить. А не лежать на тебе, хотя ты думаешь, ну, наверняка, есть что-то еще, что я забыл тут упомянуть. Но, на мой взгляд, все это уже следствие того, что я озвучил выше. И какой же вывод? Ну и совет, разумеется. Вывод такой. Если вы не ощущаете в себе таких способностей, чтобы выполнять все то, что я назвал в тех необходимых условиях, то лучше вообще не жить вместе. Встречайтесь. Хорошо и приятно проводите время вместе. И расходитесь по своим нормам. Так будет и эффективнее, и счастливее, и честнее, что самое главное. Поскольку тратить время своей жизни на бесполезные занятия очень глупо. Его и так мало, этого времени. Хотя, можете пробовать, ваша жизнь. Но, любая измена изменит вашу психику. И неизвестно, в лучшую сторону или в худшую. Это зависит от состояния вашей психики, увы. Я бы не рекомендовал. Намного эффективнее этого не допустить. И попробовать то, что я посоветовал. Ну, или вырастить из себя развитие людей, интеллектуально и эмпатически. Попробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...